Всем доброго дня! Рад всех приветствовать, кто присоединился к нашему сегодняшнему мероприятию. Сегодня речь пойдет о расчетах резервов в программах 1С, в конфигурациях, таких как зарплаты управления персоналом и бухгалтерия предприятия. Я являюсь консультантом-аналитиком 1С, зовут меня Чукров Андрей Владимирович. Давайте посмотрим, какая программа сегодня у нас будет. Программа нашего вебинара сегодня предусматривает немножко нормативной базы. Мы поговорим, какие акты у нас ввели новшества, что изменилось в 2023 году, что у нас поменялось в плане настроек функционала учета расчета резервов. Ну и, конечно же, посмотрим, как начислять эти резервы, как настраивать эти резервы. В программе зарплаты управления персоналом мы рассмотрим как раз-таки, как проводится начисление этих резервов, как настраивается, какие есть подводные камни. И также поговорим об отражении резервов в бухучете. И посмотрим, как эти резервы, если вдруг вы используете конфигурацию бухгалтерии предприятия, как это сделать непосредственно на данной конфигурации. Вот такая сегодня программа. Если какие-то будут вопросы, вы их пишите, пожалуйста, в чат. Мы в конце про вебинары, мы обязательно их просмотрим и обговорим. Согласно ПБУ 8.20.10, организации, кроме субъектов малого предпринимательства, обязаны формировать оценочные обязательства. И это, думаю, ни для кого не есть секретом. И эти обязательства касаются в том числе и резервов на оплату труда. Начиная с версии 3.1.23.165, это релиз конфигурации, уже реализована возможность учитывать резервы, но не только отпусков, но и резервы на выплату годовых премий, вознаграждений за выслугу лет и другие резервы, связанные с оплатой труда. Резервы на оплату труда включаются в свой состав резерв отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, ну и резерв на вознаграждение по итогам года. Эти указанные резервы, о которых сейчас идет речь, должны создавать все организации, работодатели, оплачивающие отпуска своим работникам и выплачивающие им годовые премии. То есть, если непосредственно организация выплачивает годовые премии, то, соответственно, она должна формировать под эту выплату определенный резерв. Кто же вправе не создавать такие резервы? Это могут делать только организации, которые применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую финансовую отчетность. Как известно, специального порядка для расчета величины оценочного обязательства не предусмотрено в ПБУ. Однако указано, что денежная оценка такого обязательства должна отражать наиболее реальную величину расходов, необходимых для расчетов по нему. Ну и как мы все знаем, что в программах, в конфигурациях реализованы два способа. Это нормативный метод и метод МСФО. Если мы говорим о нормативном методе, то мы здесь берем в расчет... Ну, среди бухгалтеров, может быть, это ранее, более чаще используемый такой метод, когда мы берем определенную сумму расходов на оплату того или иного тех или иных выплат, ну, например, на отпуск, да, резервы отпусков. То есть мы смотрим, сколько у нас было потрачено на отпуск сотрудникам за предыдущий период, плюс добавляем взносы и высчитываем процент, который будет отчисляться. Но на самом деле этот способ достаточно не так близок к реальности, да, и все-таки сейчас для того, чтобы приблизить налог, бухгалтерский и налоговый учет, стараются эти резервы рассчитывать именно по методу МСФО. Этот метод предполагает то, что за предыдущий период программа смотрит в базе, какие были сделаны отчисления, и уже на основании этих данных программа автоматически рассчитывает, сколько будет отчислено резервов в конкретном месяце, в каждом месяце до текущего периода по данному сотруднику. И таким образом производится непосредственно начисление резервов. В течение года резерв, созданный под оценочные обязательства, следует использовать в отношении тех расходов, для покрытия которых он предназначен. Но и при фактических расходах на затраты или соответствующие кредиторская задолженность должна учитываться с корреспонденцией со счетами 96-го счета. При недостаточности суммы на счете 96 расходы по погашению оценочного обязательства признаются в общем порядке согласно пункту 21 ПБУ 8-2010. В случае избыточности, неиспользованная сумма оценочного обязательства после его погашения признается прочим доходом организации. Ну и аналогично осуществляются отчисления в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год. При определении суммы фактически начисленное вознаграждение за выслугу лет и по итогам работы за год не учитывают расходы, списанные за счет резерва предыдущего периода. Это согласно пункту 7 статьи 324.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Теперь опять же немножко повторюсь, что ранее такой возможности не было и в программе была возможность только сделать расчет резервов по отпускам, но вот как раз-таки именно в релизе 3.1.23.165 уже появилась возможность учитывать резервы не только по отпускам, но и по выплату годовых премий и по вознаграждениям за выслугу лет. Давайте посмотрим, как именно делаются настройки. В данном случае, когда мы заходим в конфигурацию зарплаты управления персоналом, то у нас есть ряд разделов, один из которых является настройкой. Он называется настройки. И в данном разделе у нас есть пункт навигации, такой как расчет заработной платы. Именно в данном параметре у нас появляется новый пункт «Использовать резервы по оплате труда». Использовать резервы по оплате труда, то есть вы переходите в настройки, и чтобы включить данный функционал, чтобы иметь возможность рассчитывать резерв, мы именно устанавливаем данный флаг «Использовать резервы по оплате труда». Далее нам необходимо перейти в справочник организации. Он также находится непосредственно… То есть дальше мы переходим непосредственно уже к настройке самих резервов. То есть недостаточно просто включить, а нужно еще их и подготовить. Хочу отметить, что резервы по отпускам достаточно настроить один раз, и программа будет рассчитывать ежегодно и делать начисления, и будет вычислять все. А вот что касается резервов по вознаграждению за выслугу лет и годовой премии начисленной, то вот здесь придется эти настройки настраивать для каждого года отдельно. И здесь, чтобы было вам понятно, мы заходим в раздел «Настройки», выбираем «Реквизит организации». Если в базе ведется одна организация, если в базе ведется несколько организаций, то пункт у вас будет называться «Организации». Прямо справочник «Организации». Туда вы заходите, выбираете вашу организацию. Она у вас открывается вот таким способом, вот такая карточка. И вы переходите на последнюю закладку «Учетная политика и другие настройки». Именно здесь у нас находится настройка «Резервы по оплате труда». Мы нажимаем на гиперссылочку, после чего у нас открывается окно настроек. И вот здесь мы по кнопке «Создать» создаем новую запись по настройке расчета резерва. И здесь надо обратить внимание, что, во-первых, мы указываем, для какой организации этот резерв предназначен и какой вид резерва будет использоваться. В данном случае у нас может использоваться, как вы видите, отпуск, годовая премия и вознаграждение за выслугу лет. Вот здесь, вот вторая строка «Резерв» мы указываем, то есть проваливаясь сюда, мы открываем справочник оценочных обязательств и резервов. И вот здесь мы его выбираем по кнопке «Создать». То есть мы создаем, какое это будет оценочное обязательство, как оно будет называться. Хочу обратить внимание, что резерв ежегодных отпусков, он помечен точечкой, потому что здесь он предопределенный. То есть вот эти два нужно будет создать. Несмотря на то, что у нас вот здесь вот есть эти пункты, здесь их нужно будет добавить, потому что не в каждой организации применяется та или иная выплата. Ну и не каждому это надо делать на расчет резервов именно по той или иной позиции. Мы добавляем непосредственно здесь в оценочные обязательства эти значения, после чего выбираем здесь нужное. И, как я уже сказал, указываем расчетный период, за который будет начисляться оценочные обязательства. Здесь у нас вообще справочник, вот эти оценочные обязательства участвуют в обмене с бухгалтерской программой и служат аналитикой для формирования проводок по счету учета резервов. И подразумевается, что в справочнике для резервов каждого отдельного года необходимо вводить новый элемент, как я уже сказал. Следующий слайд нам говорит о следующем. О том, что вот здесь вот данная карточка настройки расчета резервов состоит из двух закладок – бухгалтерского и налогового учета. Как и раньше было, программа предоставляет нам выбрать, каким методом будет начисляться резерв. Либо это будет нормативный резерв, о котором мы уже с вами проговорили. И второй – это способ МСФО. Могу сказать, что нормативный метод для расчета величины оценочного обязательства умножается ежемесячный процент, который указывается как раз-таки вот здесь. И таким образом будет рассчитываться. По ссылке «Расчетная база» мы здесь указываем, настраиваем, из чего будет складываться, что включается в состав фод, и от чего будет отталкиваться программа, от какой базы. Если решено, что будет вестись не только бухгалтерский учет, но еще и налоговый, то тогда в таком случае мы должны поставить на закладке «Налоговый учет», что у нас будет формироваться резерв. Здесь в табличной части мы выбираем вид расчета, ежегодная надбавка за выслугу лет в данном случае, и указываем предельную сумму отчислений в резерв. И все-таки давайте рассмотрим, а что же, как заполнять, если у нас МСФО. Если у нас МСФО, то у нас вот здесь вот в карточке мы выставляем значение, и у нас указывается, какой вид расчета применяется в данном случае. И этот метод предполагает то, что в расчетном виде будет учитываться при начислении резерва для всей организации, для конкретного подразделения. То есть вот здесь вот мы, когда указываем вид расчета, мы указываем не только вид расчета, но и какое назначение показателя. То есть вот можно указать как для организации, так и для конкретного подразделения, либо для перечни подразделений. Также есть возможность выделить и по должностям непосредственно. То есть мы проваливаемся в справочнике, справочник подразделений, и оттуда выбираем нам необходимые позиции, либо мы переходим в позиции штатного расписания и выбираем уже из непосредственно штатного расписания. Опять же, если мало сейчас уже у кого не ведется штатное расписание, но если вдруг в программе случилось так, что штатное расписание не ведется, ну, то есть галочка не стоит, да, и в программе его нету, то тогда в таком случае здесь откроется именно справочник подразделений, то есть справочник должностей, прошу прощения. То есть, а так, так как у нас, в принципе, штатное расписание ведут все организации, то здесь открывается позиция штатного расписания. Теперь же поговорим именно о том, что такое вот это вот x, y и тому подобное. Это дополнительный функционал, который добавили разработчики. Каждую формулу можно изменить, и по этой формуле будет рассчитываться резерв, и ее изменить как бы может только пользователь непосредственно. Сейчас, секунду. Да, вот этот слайд, прошу прощения. Вот здесь мы видим, то есть, когда мы проваливаемся сюда, то есть мало того, что мы определяем для каких значений, либо для всей организации применяется это начисление, либо оно используется только для конкретных подразделений, либо конкретных должностей, но здесь еще и можно провалиться и указать в формуле, как будет использоваться то или иное начисление. То есть, для подразделения здесь оно указано, да, дальше у нас на закладке «Основное» мы указываем результат, будет рассчитываться, и указываем формулу. Формулу, по которой это начисление будет использоваться. Мы указываем здесь, мы можем указать здесь процент, либо это будет вообще фиксированная какая-то сумма, да, и на закладке «Расчетная база» мы указываем, из чего это начисление будет рассчитываться. Вот если мы перейдем как раз-таки на вторую закладочку, то мы здесь увидим, за какой период будет браться информация и из каких непосредственно показателей будет браться расчет за прошлый период. Также хочу отметить, что если мы будем говорить о настройке формул для должностей, то здесь как раз-таки мы увидим, что есть возможность указать для конкретной позиции, какой показатель будет браться. То есть это может быть доплата за разъездный характер, это может быть доплата за наставничество, это может быть доплата за выслугу, ну, выслугу лет нет, но как бы за эффективную работу, да, то есть и здесь добавляем мы показатели, которые применяются в расчетах и будут использоваться при начислении резервов. Если же мы будем, если же мы все-таки сейчас, то есть до этого мы смотрели, как можно настроить непосредственно вознаграждение на завыслугу лет, резерв, для расчета резерва, то сейчас мы с вами поговорим о годовой премии. Здесь в данном случае у нас есть бухгалтерский учет и, как вы видите, есть закладка на налоговый учет по налогу на прибыль. И здесь точно так же есть возможность установить флаг, формировать резерв в налоговом учете и выбирать способ, которым будет рассчитываться в налоговом учете наш резерв. Либо это нормативный способ, либо по настройкам бухгалтерского учета. Здесь в данном случае, если мы выбираем нормативный способ, то мы выставляем ежемесячный процент отчислений и предельную сумму отчислений в резерве. То есть это тот самый способ, который у нас обычно при выборе нормативного метода у нас так же рассчитывается, как и резервы отпусков. Если же у нас берется бухгалтерский, по настройкам бухгалтерского учета, то в этом случае расчет ежемесячной суммы отчислений будет производиться одинаково в бухгалтерском и налоговом учете. Постоянных и временных разниц в бухгалтерском учете не возникнет. То есть если в первом случае может быть отклонение, то если мы выбираем настройку бухгалтерского учета, то различий у нас не будет. При необходимости здесь задается предельная величина в налоговом учете и можно указать, как уже здесь показано, предельную сумму отчислений в резерв. После того, как мы сформировали, непосредственно настроили резервы, мы переходим непосредственно к самому начислению этих резервов. То есть когда вы заходите в раздел зарплата, у вас появляется пункт резервы после наших настроек, после того, как мы включили функционал в настройках заработной платы, у нас в разделе заработная плата появляется пункт резервы по оплате труда. И здесь в резервы по оплате труда у вас будет появляться три пункта. Это начисление, инвентаризация и списание. Немножечко попозже мы к ним подойдем. Мы, конечно же, в первую очередь, что мы должны сделать, это, конечно же, начислить. И здесь, в данном случае, когда мы выбираем данный пункт, у нас открывается окно документа с уже знакомыми нам вкладками. Это начисление, взносы, расчет обязательств и резервов, обязательства и резервы по сотрудникам и обязательства и резервы сводно. Немного они отличаются, и их количество отличается от предыдущего документа, который мы заполняли, но суть у нас остается та же, хотя с внесением нового единого налога, перечисления суммы, мы, у нас есть небольшое все-таки изменение. И это касается расчет суммы, суммы резерва производится в соответствии с заданными настройками, которые мы сделали. Если в настройках был выбран метод МСФО, то по правилам вида расчета расчет будет произведен по заданным формам с учетом выбранных показателей. И документ предполагается регистрировать после начисления заработной платы за месяц. То есть сначала рассчитали заработную плату, а потом уже делаем расчет резервов. В документе здесь нужно указать месяц расчета резерва, организацию. Если в базе ведется не одна организация, то здесь мы указываем организацию, по которой нужно будет произвести расчет, и здесь в данном случае мы выбираем кнопку «Заполнить». То есть выбираем период, выбираем… Так, сейчас, секунду. Выбираем период месяц, выбираем организацию, резерв, который именно мы хотим рассчитать, и нажимаем кнопочку «Заполнить». По кнопочке «Заполнить» у нас, соответственно, по всей организации производится расчет. Ну, если нам необходимо рассчитать каких-то конкретных сотрудников, то в данном случае мы делаем подбор. Резерв формируется исходя из суммы начислений, страховых взносов, взносов на травматизм и выплат за счет резерва в текущем месяце. На закладке «Начислено» отображается у нас подробный расчет суммы резерва со всеми показателями. Состав, используемых при расчете данных, зависит от резерва и от методики формирования резерва. А на закладке «Взносы» у нас отображаются суммы, которые рассчитаны с расчетного уже резерва. То есть эти взносы, эти суммы у нас с рассчитанного резерва попадают на вторую закладку «Взносы». Следующая закладка – это расчет обязательств и резервов. На этой закладке у нас показывается сумма резерва для отражения в учете с учетом накопленных сумм и предельной величины. Алгоритм расчета у нас отображается в колонках «Исчислено», «Накоплено» и «Зачтено». То есть, если посмотреть поближе, то мы увидим, что сумма обязательств резерва у нас есть «Исчислено», «Накоплено», «Зачтено». Таким образом, мы себя можем проверить. Точно так же у нас страховые взносы обязательств резерва «Исчислено», «Накоплено», «Зачтено». И это касается взносов ФСС на несчастные случаи. Также у нас присутствуют эти три графы. Делается эта табличная часть в разрезе сотрудников, поэтому мы можем проверить по каждому сотруднику, сколько было начислено и сколько страховых взносов с этой суммы у нас зачтено. Следующие две закладки – это у нас непосредственно обязательства и резервы по сотрудникам и обязательства резервы сводным. На закладке «Обязательства резервы по сотрудникам» отображаются итоговые суммы для отражения в системе учета резервов в разрезе сотрудников, подразделений и способов отражения. Это очень важно, потому что способы отражения, если вы учитываете на разных счетах учета, то в данном случае способ отражения у нас играет важную роль. И как раз-таки здесь потом вот эта аналитика, сотрудник подразделений и способ отражения являются также дополнительным механизмом для контроля итоговых сумм. Когда у нас, если мы говорим о последней закладочке «Обязательства и резервы сводна», то мы здесь, конечно же, видим уже детализацию в разрезе подразделений и в разрезе способов отражения. Здесь уже суммы у нас обобщенные, и эти данные предназначены для передачи в бухгалтерскую программу для отражения на счетах учета резервов и для проводок. Из документа начисления резервов по оплате труда мы сможем через кнопку «Печать» вывести справку «Расчет резервов по оплате труда». Программа нам выдаст... Вот такую табличку, где у нас будет показана перечень сотрудников, расчет оценочных обязательств, расчет взносов, как это делается, какие показатели берутся. И с помощью данной справки мы можем проконтролировать и проанализировать, как именно программа делала расчет резервов по оплате труда. Как я уже говорил, когда мы заходим в раздел «Заработная плата» и выбираем пункт «Резервы по оплате труда», у нас открывается общий журнал. Общий журнал, он содержит... По большей части у вас будут содержать документы по начислению, но помимо начисления у нас присутствуют еще здесь уже дополнительные два документа, точнее три. Это инвентаризация, списание и корректировка. Инвентаризация, этот документ нужен, когда следует ввести в конце отчетного периода для того, чтобы... Для того, чтобы произвелся расчет по формулам в виде начисления, указанных при настройке, и он нужен именно, когда выбран метод MCFO. То есть, если вы изначально в настройках резервов отпусков, в настройках резервов за выслугу лет указали способ расчета MCFO, вот тогда вам необходимо в конце периода сделать инвентаризацию. Производится расчет суммы резерва так, как если бы начисление рассчитывалось к выплате. Сумма резерва в налоговом учете в этом случае рассчитывается по правилам бухгалтерского учета. И этот документ, он позволит вам непосредственно проверить себя, проверить правильность расчета резерва. И убедиться, что информация, которую вы передали в бухгалтерию, она является правильной. Следующий документ. Документ является списанием. И этот документ следует вводить, если требуется только списать некоторую сумму из учета резерва. Ну, например, по увольному сотруднику. Ну, или есть, если есть необходимость, списать весь резерв полностью. Этот документ, он поддерживается значениями остатков накопленных резервов по сотрудникам. То есть, когда вы выбираете данный документ и выбираете сотрудника, то в таком случае, как бы, программа анализирует и подтягивает ту информацию, накопленную, которая у нее есть по данному резерву для конкретного сотрудника. И последний вид документа, который предлагает нам компания 1С, это документ корректировка. Если вы начислили резервы, но в какой-то момент вы увидели, что есть ошибка, то в таком случае тогда вы формируете именно корректировку этого документа, в котором вы указываете период, в котором вы делаете эту корректировку, и указываете, по какому сотруднику вы делаете корректировку. То есть, вы вносите корректные данные, записываете, и программа делает пересчет. После того, как мы сделали начисление резервов, у нас уже начислена заработная плата, мы сделали начисление резервов. Следующим шагом это у нас отразить непосредственно в документе отражение зарплаты в бухучете, для того, чтобы эта информация у нас передалась в бухгалтерию и отразилась у нас на наших счетах. При начислении отражения зарплаты в бухучете у нас делается анализ, какие виды начисления были задействованы в текущем месяце, и проверяется наличие настроек резервов для таких начислений. Если вид начисления включен в настройки резерва, то он отражается за счет этого резерва. В бухгалтерском учете в пределах накоплены суммы, а в налоговом учете за счет резерва. Для этого в документе добавлены колонки, по которым видно, как именно в учете отражается резерв. На закладке «Выплата за счет резервов» отражается факт использования резерва в подсистеме учета резервов. То есть вот здесь вот на закладке «Выплата за счет резервов» у нас отображается факт, то, что у нас будет выплачено именно за счет резервов. Ну и то, о чем я сейчас говорил, это способ отражения резерв ежегодных отпусков. И вот здесь вот как оно отражается в бухгалтерском и налоговом учете. После того, как мы сделали начисление, после того, как если нам вдруг необходимо посмотреть за какой-то прошлый период, какие резервы были начислены в прошлом периоде, то в программе у нас есть два документа, два, точнее, не документа, а два отчета, которые могут помочь с анализом по резервам по оплате труда. Находятся они в разделе «Заработная плата», «Отчеты по зарплате». И здесь, в данном случае, мы говорим о том, что есть такой отчет, как «Остатки оборота резервов по оплате труда». Здесь указывается тот резерв, который вы хотите проанализировать, за какой период и по какой организации. Если вам нужен только бухгалтерский учет, то тогда в таком случае флаг данный налогового учета мы не ставим. Если вам нужен как бухгалтерский, так и налоговый учет, ну, соответственно, данный флаг должен быть установлен. А если вы как бы всегда отсмотрите и то, и другое, то тогда его вообще можно отсюда даже и скрыть. Просто поставить по умолчанию, чтобы он был включен и убрать его. Также можно сделать отбор по типу оценочного обязательства. И программа сформирует непосредственно за указанный период, какие были оценочные обязательства начислены и какие были сделаны расчеты по взносам. Как видно, у нас страховые взносы отдельно, взносы на ФСС несчастных случаев отдельно. То есть вот здесь вот информация. А я… И еще хотел бы сказать, что если как бы сюда провалиться по циферкам и сделать расшифровку двойным щелчком, то можно сделать расшифровку по сотрудникам и по… даже по регистраторам. То есть каким документам какая цифра была зарегистрирована. И второй отчет – это резервы по оплате труда по сотрудникам. Ну, то есть если первый отчет, он более обобщенный, то этот отчет у нас именно делается в разрезе сотрудников, где мы можем видеть непосредственно остаток на начало по сотруднику, какие остатки есть, какие… сколько использовано резерва и сколько начислено. И сколько начислено. Взносы сумм резерва, сам резерв и ФСС. Помимо того, что… Но это все замечательно, это все хорошо, это так работает в конфигурации заплаты управления персоналом. А как же у нас это работает непосредственно в бухгалтерии? В бухгалтерии, как вы знаете, эта конфигурация отличается немножко, но тем не менее разработчики 1С не стали очень сильно как бы выдумывать. Здесь вам необходимо будет зайти непосредственно в… Сейчас, секунду. Извиняюсь. Вам необходимо будет зайти непосредственно в самый раздел заработная плата, зарплата и кадры. И у вас будет пункт навигации настройки заработной платы. Именно там, в настройках заработной платы, вы открываете такое менюшку, расчет заработной платы. И у вас вот здесь появляется возможность поставить флаг расчет резервов по оплате труда. Если вы, если у вас, но опять же хочу подсветить, что данный функционал доступен, если вы, у вас зарплата ведется в этой программе. Если же у вас во внешней программе, то тогда в таком случае у вас этот функционал скрыт, но тем не менее при обмене с бухгалтерской программой эти данные будут выгружаться. То есть начисление резервов, оно появляется в… Этот документ также переносится при синхронизации. Далее, чтобы нам настроить правило, к какому правилу будет рассчитываться тот или иной резерв, нам нужно перейти непосредственно в настройки учета заработной платы и открыть резервы по оплате труда. Здесь в данном случае у нас указывается, будет ли формироваться резерв отпусков, формировать ли резерв в налоговом учете. И здесь же мы указываем резерв на годовую премию. То есть указываем процент, указываем предельную сумму отчисления в резерв и указываем процент ежегодной премии. Когда мы доходим до расчетной базы для годовой премии, то мы здесь переходим по ссылке и указываем, опять же, что включается в расчетную базу, из которой будет высчитываться и начисляться этот самый резерв. По аналогии. Единственное, что, как вы видите, да, здесь у нас есть только резерв отпусков и резерв на годовую премию. В зарплате у нас их три, в бухгалтерии у нас их два. Предвосвещаю вопрос, если как бы у вас идет обмен из зарплаты в бухгалтерию, то это не помешает отражению непосредственно начисленного резерва по отчислениям за выслугу лет. Вот сейчас у вас на слайдах как раз-таки отображены карточки непосредственно настройки расчета резервов. На первой отображен отпуск. Здесь берется отпуск основной начисления, вид начисления. Указывается год, с которого мы начинаем. И здесь указывается предельная сумма отчислений в резерв, которую мы будем перечислять. Также измельченный процент. И при необходимости мы указываем, что необходимо формировать, помимо бухгалтерского, но еще и налоговый учет. И настройки резерва, но уже годовая премия. То есть после того, как мы в настройках программы указали, что у нас будут учитываться и резервы по отпускам, и резервы по годовой премии, у нас появляется возможность выбрать этот пункт. Он становится активным. Вид в данном случае начисления у нас автоматически подставляется премия за год. И мы также вот здесь вот указываем предельную величину отчислений в резерв и указываем налоговый учет. Когда, как вы знаете, в бухгалтерии у нас начисление отражения в учете резерв отпусков годовой премии за месяц производится в соответствии с заданными настройками при закрытии месяца регламентной операции. И вот здесь вот у нас после в регламентной самой операции у нас появилась вторая часть – это начисление резервов по оплате труда. Если мы ее откроем, то мы увидим, что здесь у нас можно сформировать справку расчет по начислению резерва. И у нас выделены отдельно резервы премий. То есть справку расчет мы можем сделать отдельно по отпускам и отдельно по премиям. И посмотреть, как программа сформировала тот или иной расчет. Конечно же, когда производится начисление, точнее, когда мы настроили все начисления, все параметры выставили в программе бухгалтерии предприятия, также в разделе «Заработная плата» нам необходимо после начисления самой заработной платы произвести, то есть создать и сформировать документ начисления резервов по оплате труда. И здесь у нас, конечно же, мы обязательно нам, помимо периода, необходимо будет выбрать, какой вид резерва мы хотим рассчитать. Будь то это ежегодный отпуск, либо это годовая премия. И в данном случае программа содержит те же самые закладки, что и в зарплате, те же самые значения, по которым мы можем пройтись и посмотреть, как программа рассчитала, сколько она начислила, исходя из наших настроек, из наших показателей, и правильно ли она это сделала. В отличие от зарплаты, в бухгалтерии данный документ делает проводки. И у нас по дебет-кредит, по операциям мы можем провалиться и посмотреть, на какие же счета у нас программа зачла те или иные суммы. И здесь мы как раз-таки можем увидеть счет 96.01.1. Это оценочное обязательство по вознаграждениям, учитывается сумма самого резерва. 96.01.2 – это оценочное обязательство по страховым взносам, учитывается сумма страховых взносов, исчисленных на сумму резерва. И в налоговом учете для исчисления налога на прибыль оценочные обязательства признаются в тех же размерах, что и в бухгалтерском учете. Отражение расходов по признаваемым оценочным обязательствам дебетовой части проводки производится по тем же счетам затрат в аналитике, что и суммы ФОД, составивших базу оценочного обязательства. По отрицательным суммам списаниям, например, в случае отрицательной суммы фактических начислений текущего месяца будет проводка дебет 96.01.1, кредит 91.01. То есть это списание оценочных обязательств резервов. И, возможно, другая проводка – это дебет 96.01.2, кредит 91.1. Это списание страховых взносов и взносов на травматизм с обязательств резервов. Таким образом, программа автоматически подставляет данные значения по виду операции. И хочу обратить внимание, что помимо счетов у нас здесь фигурируют еще два регистра – регистра накопления, регистра накопления оценочного обязательства и обязательства по сотрудникам. То есть если вдруг у вас возникнет необходимость проверить не только по счетам, но и по регистрам, здесь вы можете зайти и посмотреть, а что именно программа записала к себе, как говорится, в памяти. Почему у меня формируется именно так отчет, а не по-другому. И, может быть, здесь именно вы найдете решение своей проблемы. Коллеги, спасибо за внимание. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, их пишите к нам в чат. Давайте посмотрим. Чат у нас пока пустой. До конца нашего мероприятия осталось совсем немножко времени. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Здесь у нас указан непосредственно наш адрес, наш телефон. Вы можете обратиться к нашему менеджеру и оставить вопрос, который мы разберем и поможем. Могу вам сказать по поводу ERP. Вот, честно, сам как бы еще пока не смотрел, но могу сказать следующее, что вообще ERP – это конфигурация, которая сложена из разных других конфигураций. Да, то есть бухгалтерия, зарплата и торговля. Поэтому, что как бы оно может быть и появилось, но чуть позже. Могу сказать, что вот релиз, который сегодня был озвучен на данном вебинаре, он был реализован уже достаточно очень давно. То есть его еще уже могли, можно было использовать в декабре прошлого года. Поэтому я думаю, что уже к февралю этот функционал точно есть. Здесь важно понять, куда спрятали. Нет, его еще нет. В данном случае – хорошо. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона. Как с вами связаться? Может быть, они спрятали настройку так глубоко, что просто нужно поставить флаг, и она тогда активируется. Либо зайти на монитор законодательства 1С, мониторинг законодательства, и посмотреть, а вообще как бы оно реализовано. Но вообще должны. И судя по периоду, уже давно. Поэтому я как раз-таки попрошу оставить контакт для того, чтобы потом с вами можно было связаться. Уважаемые коллеги, спасибо за участие. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok